Всем привет! Шестая по счету ДСК на ваших экранах. Сегодня в охране у нас вот такой вот Джейсон. А почему? Потому что посылочка сегодня будет просто убийственная. Давайте посмотрим. Вот такой вот большой и довольно тяжелый коробочек сегодня у нас. 10 килограмм отборной годноты, скажем так. Здесь только, на мой взгляд, только крутые игры. 35 игр, которые мы сегодня с вами посмотрим. Прежде чем начать, хотел бы сказать, что вот этот ролик я снимаю второй раз. Вчера я полностью снимал, как видите, посылка уже распечатанная. Вчера я снимал распаковку, промучился два часа, но, к сожалению, потом, уже когда слил на комп, когда уже все сделал, все закончил, я включил, чтобы посмотреть, все ли там в фокусе. И оказалось, что звук испорчен полностью. Ну вот сейчас я вам вставлю маленький фрагмент, посмотрите сами. Большого разрешения, чтобы я мог реально посмотреть, что у нее есть. И даже одной из фоток пришла просто кошка, которая лежит там где-то на кровати. И вот это, к сожалению, еще не самый худший момент, там местами просто голоса не слышно. Я не знаю, что случилось, то ли микрофон мой заглючился, то ли произошел какой-то бешеный сбой, но все, что я делал, все, что я снимал, испортилось. И сегодня придется, я вообще был очень демотивирован, конечно. Прям очень расстроил меня этот момент, но в итоге, подумав сегодня, я решил, что, наверное, все-таки стоит. Все-таки я вам хочу показать, что было в этой посылке. Пусть уже и эмоции, и впечатления будут не такими настоящими, как вчера, когда я действительно первый раз доставал, рассматривал. Но, тем не менее, хотя бы я смогу вам показать то, что здесь есть. А есть здесь очень много чего интересного. В этой посылке находятся 35 игр. И, как я уже сказал, 35 игр, на мой взгляд, ну уж точно ни одной из них нет. Это действительно какой-то такой неинтересный, действительно, ни в коллекционном смысле, ни в игровом. Прям вот ерунды точно нет. Как минимум, есть что-то интересное, либо для коллекции на полочку, либо как игра, либо и то, и другое вместе. По-быстренькому буду сейчас вам доставать, показывать. Я в этом ролике решил все-таки сделать, укоротить, решил меньше рассказывать. И попробую показать вам просто быстро то, что есть, то, грубо говоря, поделиться с вами своим новым пополнением коллекции. А уже, если что-то вас заинтересует, вы напишите в комментариях, я потом смогу отдельно показать игру, открыть ее и геймплей показать. Ну, в общем, все как мы любим. А сегодня просто такой бодрый показ всего того, что есть. Даже не будем, наверное, открывать коробочки. Просто покажу вам игры. Ну, может быть, немножечко о них что-то скажу. Начинаем. Первое, что лежало в этой посылочке сверху, ну, я примерно постарался вернуть в коробку все так, как было вчера. Это не совсем игра, не совсем коллекционное издание, но все-таки отношение к игре имеет вот такой вот балахончик. Это именно балахон. Я, кстати, думал изначально по фотографиям, что там футболка идет, а здесь он балахон. Ну, или я не знаю, как там правильно, свитшот, или как там сейчас по-модному это все называется. Мы в детстве называли это балахон, поэтому толстовка, если хотите. Вот такая толстовочка к игре прототип. Сама игра, естественно, тоже есть, коллекционное издание. Именно к ней бонусом шла вот эта вот одежка. Поэтому просто покажу вам ее, потому что она имеется. Ну и, собственно, следующим логичным продолжением у нас будет та самая коллекционка по игре прототип 2, собственно, с которой и шла эта толстовка. Балахон, свитшот, свит, кто там еще. Клевенькая, довольно симпатичная. Я, как вы уже знаете, возможно, если смотрели предыдущие ролики, я не очень люблю большие коллекционки, огромные коробки, в которых больше пустого места. Я все-таки склоняюсь, ну, хотя бы к таким, хотя вот эта, она имеет формат чуть больше, чем стандартный диск. Все-таки здесь есть пустое место, но, по крайней мере, все реализовано симпатично внутри. Это, опять же, как я вам говорил, если захотите, я вам потом покажу подробнее. Сейчас, наверное, мы не будем останавливаться слишком подробно на этом. Хочу сегодня попытаться как-то это все выставлять в кадр. Мне, правда, к сожалению, не видно, что видит камера. Все-таки буду наугад так примерно. Я там заметил, что вот до Джейсона и где-то вот здесь границы. Поэтому будем пробовать, чтобы было красиво. Давайте, наверное, с обычных стандартных изданий начнем. Все-таки, как-никак, они тоже могут быть интересны. Вот, наверное, такой не очень раритетный экземпляр. Но, в принципе, в коллекции у меня его не было. Мне хотелось, чтобы он появился. Поэтому вот он есть. Я забыл сказать, один из, наверное, немаловажных факторов, что вот эта вся посылка, 35 игр, и даже не только игры, как вы видите, мне досталось за 23 евро. Это просто, конечно, безумие. У меня такого никогда в жизни не было. Причем, мало того, что это очень дешево. Как я уже сказал, здесь только одна годнота. То есть, реально ни одной игры нет, которой бы мне не хотелось. Но, собственно, неудивительно, потому что я выбирал все это из 260 игр. Я познакомился с одним человеком, с девушкой, которая, ну, француженка, конечно, познакомился с ней. И она, разговорились мы, разобщались, а она оказалась очень добрым, интересным человеком. Она тоже коллекционировала когда-то игры PS3. Сейчас она перестала это делать. И, собственно, поэтому она выставила там на продажу все свои игры, все 260, там, примерно, 260 с чем-то. Плюс еще аксессуары разные, геймпады, там, пистолеты и всякое такое. И, собственно, она выставила это все большим лотом. Но в момент, когда мы с ней начали общаться, я сказал, что, конечно, я все не потяну у вас купить. Но некоторые я мог бы. В общем, мы очень-очень плотно, там, большими текстами прямо переписывались. Мне очень понравилось с ней переписываться, интересный реальный человек. И в итоге она оказалась не просто интересным человеком, а добрым человеком, которому стало не жалко. Она мне просто в итоге сказала, что выбирай то, что тебе нужно, то, что тебе интересно. Я тебе это просто подарю. Я, конечно, был в шоке, но я до сих пор, собственно, в шоке. Уже немножечко привык. Вот вчера, во вчерашнем видео, когда я снимал, там вообще одни эмоции были. Там, наверное, на полчаса только моих вот этих эмоций было. Сегодня я постараюсь чуть-чуть сократить это все. Но, тем не менее, эмоций от этого не меньше, потому что, ну, это, конечно, поразительно. И она мне сказала, что, мол, выбирай все, что ты хочешь. Я видел, конечно, у нее 260 игр, при этом из них, ну, не знаю, ну, процентов 95 уж точно всего хорошего и интересного. То есть, там буквально, может быть, пару-тройку дисков было, которые, ну, такие неинтересные, простые, проходные такие варианты. Конечно, в идеале там можно было все забирать. Ну, может быть, за исключением там какого-то количества, которое у меня уже есть. Но я наглеть не стал. Я выбрал 30 игр, которые действительно мне были интересны, 30 изданий. В итоге она мне там еще 5 докинула. И вот это, кстати, один из них. Она спросила, есть такой. Говорю, нет. Вот, его дала. Ну, в общем, понимаете, насколько это момент такой шикарный, неожиданный. И насколько это все теперь все в этой посылке. Мало того, что игры очень клевые и интересные. Мало того, что издание очень клевое и интересное. Мало того, что состояние у всех этих игр, ну, практически каждая игра, она в шикарном состоянии. Вот, например, даже есть силды запечатанные, ни разу не тронутые. Это у нас Binary Domain Limited Edition. Ну, лимитка здесь, конечно, она такая, посредственная. Просто надпись, по сути, даже обложка та же самая, ничего особенного. Но просто здесь есть несколько бонусов. Какой-то пак Дэн Маршалл, какие-то костюмы или оружие. Точнее, и костюмы, и оружие. В общем, какие-то бонусики есть, которые уже, скорее всего, не актуальны. Но, тем не менее, игра мне эта нравится. Я в свое время ее проходил на боксе. У меня прошитый бокс есть. Я на нем очень много таких игр, каких-то дичевых таких игрушек проходил. Но я люблю дичевки. Эта игра мне тоже очень понравилась. Я очень рад, что она у меня теперь есть в коллекции. Она, в принципе, не очень редкая. Но, тем не менее, в таком состоянии я очень рад, что ее получил. Далее у нас идет Эль Шадай Ассеншен оф Зе Метатрон. Тоже у меня этой игры не было. И вот ее я, по-моему, даже ни разу не пробовал. В принципе, она, ну, такая. Средненькая. Не скажу, что она попадается очень часто. Вот видите, у нее, даже если игра не силдовая, все, ну, не все, большая часть в кулечках. Все в классном состоянии, все здорово. Но именно поэтому я еще раз скажу, что я в шоке был. И до сих пор в шоке нахожусь от того, что мне 20... Почему я сказал 23 евро? Потому что она просто сказала, что заплати сам за пересылку. И вот этот вот ящик 10 килограммов здесь, 10 там с копейками килограмм, он в пересылке по Франции, он вышел мне в 23 с копейками евро. Поэтому, сами понимаете, вот это все я получил за 23 евро. А это просто, ну, ну, в общем, что мне говорить, сами знаете. Далее, Bionic Commando у нас идет. Игра, которая у меня уже есть в коллекции, но у меня не было, у меня не полный комплект, у меня не было мануала на ней. Поэтому я ее тоже, тоже решил взять. Хотя, конечно, может быть, может быть, там стоило взять что-то более редкое, более интересное. Например, у нее, я не заметил просто, я пропустил, была у нее игра, вот этот Battle vs Chess. Сейчас я вам покажу где-нибудь здесь картинку. Она гораздо более редкая, чем вот эта. Ну, взял-взял. Как говорится, Дарьному коню уж точно в зубы не смотрят. И тем более, теперь у меня есть эта игра в полном комплекте, в хорошем состоянии, что, в общем-то, для меня очень даже немаловажно. Я надеюсь, это видно. Не знаю, давайте вот так что-ли буду ставить, чтобы потихонечку здесь набирался красивый такой интерьер-экстерьер. В общем, вид красивый. Дальше, пила. Я думаю, тоже особо не, среди коллекционеров не нуждается в большом представлении. Известная игра. Второй части у меня еще нет. Мне она нужна, я ее буду тоже искать. Но вот первая у меня есть в хорошем состоянии. Я не буду открывать. Там все с буклетами, с мануалами. Все в полном комплекте. Номера тоже не буду называть. Как я уже сказал, если вам что-то интересно, просто напишите об этом в комментариях. Я сделаю отдельный подробный ролик. Может быть, выберу там несколько игр, которые больше всего вас заинтересовали, и их покажу. Далее. Вот у нас без пакетика, но тем не менее, в отличном состоянии. идет Кот в сапогах от THQ по Dreamworks-овскому мультфильму. Ну, Шрековский кот, вы знаете его все прекрасно. Как я уже много раз говорил, вот эти вот мультяшные игры, они ценятся, они довольно дорого стоят, они редкие, и в принципе, в коллекцию я всегда таким играм рад. более того, они мне нравятся. Зачастую, за редким исключением, эти игры, они неплохие. Здесь тоже графон классный, я не играл конкретно в эту игру, смотрел скрины, по скринам все очень выглядит клево, красивая графика, нарисованы персонажики, неплохо. Посмотрим, может быть, и игра, кажется, вполне годная. Далее у нас вот такой вот гандам, Target Insight, ну, тоже известная всем штука, наверняка, скажем так, на любителя, конечно, не каждому такая игра зайдет, но мне очень нравится обложка, во-первых, просто хотя бы даже из-за нее, он реально классно смотрится, и плюс еще у этого диска конкретно, у него мануал, он, не знаю, насколько вам там видно, он просто тяжеленный и толстенный, это, по сути, такая маленькая книга, цветной мануал, не особо красивый, конечно, но, по крайней мере, цветной и толстый, ну, толстый он просто потому, что здесь на нескольких языках, но, тем не менее, просто приятно держать в руках, когда вот такая тяжеленькая коробочка с тяжеленьким мануалом, все это как-то ощущается дороже и приятнее. Далее, как я уже сказал, естественно, будут не только стандартные издания, будут у нас коллекционки еще интересные, но давайте начнем, наверное, с этого. Еще одна игрушка, которая, в принципе, среди коллекционеров, она ценится, да и, по-моему, если я не ошибаюсь, среди игроков тоже. В эту игру я тоже не играл еще, но это логично, потому что у меня этих игр не было, я их вот только получил вчера, да, точнее, позавчера, вчера я снимать пытался ролик. В эту игру мне еще пока не удалось поиграть, даже на боксе я в ней не играл, по-моему, она есть на боксе, если не ошибаюсь. От Бандай, говорят, что игра классная, издание, как коллекционный экспонат, тоже клевое, поэтому я тоже, естественно, рад, что эта штука у меня появилась. Dirt Showdown. Ну, тут для меня лично все понятно, я собираю серию Dirt в одном из прошлых роликов, я вам уже показывал PS4 версию, и я говорил, что я все хочу собрать, вот этой у меня не хватало, да, собственно, у меня еще там третий, третий в хорошем, состоянии я не нашел, но это несложно будет найти, эта третья часть не такая уж редкая, но вот эта вот штука, она пореже встречается, и в принципе, конечно, как игра, это спорный момент, это такое довольно серьезное ответвление, сильно отличается от всей серии Dirt, здесь уже нет ралли, они больше ударились вот в какой-то дерби, что-то такое, какие-то попытки, попытки у них были, ну и плюс, добавок ко всему, здесь еще и внутри есть такой симпатичный бэкард, все в хорошем состоянии, собственно, конечно же, я тоже рад, не старая игра, номер 01578, то есть, она, можно сказать, из последних, немножко, обложка сдвинулась, из последних, но тем не менее, по какой-то причине, она встречается не очень часто, блин, что-то такое, не хочет, не хочет сдвигаться обложка, поэтому, естественно, я тоже этой штуке очень рад, вот такой вот, наоборот, из ранних игр, экземпляр, вот это единственный, наверное, ну, я говорю, потому что уже знаю, потому что вчера это снимал, вчера это было для меня сюрпризом, конечно, я ожидал, что здесь все, будет в полном комплекте, все будет в отличном состоянии, к сожалению, с этой игрой, немножечко не сложилось, это единственная игра, которая оказалась, не совсем комплектной, наверное, потому что, ну, кто коллекционирует, тот знает, здесь должен быть еще постер внутри, помимо мануала, мануал, конечно, тоже толстенький, цветной, красивый, довольно-таки, ну, нормальный, здесь есть он даже персонажи, относительно других мануалов, он симпатичный, но здесь не хватает постера, и это, конечно, большой облом, потому что я люблю, очень сильно, стараюсь, оставлять в коллекции комплектные вещи, и довольно сильно расстраиваюсь, когда вроде бы все есть, но какой-нибудь маленькой штучки не хватает, в данном случае постер немаловажная штука, хотя, опять же, если вы знаете, возможно, буду рад, если вы подскажете, возможно, постер шел только в американке, потому что это у нас Пеги, это у нас Европейка, и я вот не помню, почему-то я не обращал внимания, возможно, в Европейке и не было постера, я не знаю, подскажите, если у кого есть европейское издание, и есть ли там постер, буду очень вам благодарен. Продолжаем дальше, как я уже сказал, коллекционки у нас остаются на потом, еще есть стандартные диски, поэтому давайте добьем их, как говорится. Еще одна игра, которая не считается супер раритетом, но при этом тоже не каждый день она встречается, и она мне понравилась как игра. Я эту игру проходил тоже, опять же, на боксе, на прошитом, просто скачивал, диска лицензионного у меня никогда не было, но игру я проходил полностью, и вы знаете, она мне зашла. То есть, конечно же, это не какой-то ААА проект, это игра по фильму, скажем так, но это же Терминатор, там только, не знаю, один вот этот на заставках, на загрузках, голова Т-800, если не ошибаюсь, или какой-то там Т-600, вот этот череп, который можно немножечко вращать, даже просто один вот этот момент, уже он мне доставлял массу удовольствия, да и, собственно, сама игра прошлась довольно, приятно, интересно, ничего такого сверхъестественного, но почему бы и нет, это из той категории, знаете, Терминатора, Рэмбо, например, игра, она тоже дичь, еще та считается, но это же Рэмбо, это наше детство, что-то такое вот оттуда, из воспоминаний, поэтому, и, по-моему, если я не ошибаюсь, здесь платина тоже довольно-таки быстрая, сама игра короткая, по-моему, часа за 4-5 я ее прошел, и, насколько я знаю, там люди ее, я сам небольшой поклонник гоняться за платиной, но, тем не менее, трофеи, в принципе, люблю, когда они падают, иногда обращаю на это внимание, но такого жуткого, жуткого, как говорится, желания собрать там кучу платин, у меня нет, дальше идет вот такая вот игруха под названием Inversion, Inversion, вот здесь, наверное, ее вот так лучше показывать, это единственная игра, насколько я знаю, у которой вот так вот обложечка может смотреться в таком вот горизонтальном положении, это так забавно, причем они здесь сделали, здесь, судя по, да, по вообще расположению надписей, вот такой вариант, судя по расположению названия игры, такой вариант, а если обратить внимание на город сзади, то вообще можно вот так вот перевернуть, ну, кто играл в эту игру, тот понимает, почему здесь так сделано, там в игре, вы можете, грубо говоря, и по стенам, и по потолку, там все, оно переворачивается, собственно, поэтому игра и называется Inversion, тоже силдовая версия у меня запечатанная, игру разрабатывали, вот я вот, чтобы не соврать, не помню точно, либо российские, либо украинские ребята, называется Saber Interactive, здесь вот есть логотип, но он очень плохо видно, его плохо читается, но я точно помню, что когда я проходил первый раз эту игру, я в титрах видел почти все русские имена, ну, наши славянские, скажем так, и поэтому мне стало понятно, что игру разрабатывали наши ребята, да и, собственно, потом, когда я видел название Saber, я что-то такое, я помню, собственно, кто знает, напишите, чья это студия, возможно, наши украинские ребята ее делали, игра, в общем-то, я ее прошел тоже, ну, середнячок такой, вполне приятный, вполне можно ее пройти, при желании, далее у нас есть вот такой вот X-Men Wolverine Origins, X-Men Origins Wolverine, это издание Bestiar, Bestial, ну, это французская версия, поэтому они, конечно, не люблю я тогда французы или русские, я уже говорил, переводят название, мне это жутко, но суть в том, что это нецензурированная версия, поскольку в игре, в игре там довольно много мяска, у него там, его могут, вашего главного персонажа, да, его могут там разрывать, у него ребра видно, он там бегает, то есть, может быть, в этом имеется ввиду, кровавости не урезали здесь, хотя я, опять же, не знаю, насколько сильно отличается вот эта, нецензурированная версия, от обычной, что хотелось бы, было бы интересно узнать, что там, в чем, в чем разница, ну, естественно, как я уже говорил, все в комплекте, с мануалом, полный наборчик, так, у нас уже тут башенка собирает, скоро высоту Джейсона будет, еще одна игрушка, которая не, не является чем-то особенным, но, мне захотелось, ее иметь в коллекции, мне захотелось посмотреть, что из себя эта игра представляет, потому что я в нее не играл, и поэтому, наверное, о ней вообще ничего не скажу, так, по скринам, что-то такое интересное, вполне может быть, какая-то RPG, от Bethesda, Hunted Demons Forge, даже не знаю, поэтому, наверное, ничего не хочу, не могу сказать, но, я встречал раньше этот диск, обложку эту, обращал на нее внимание, но как-то не доводилось поиграть, так, у нас еще осталась приличная пачечка, стандартных коробок, но давайте, наверное, для разнообразия, хотя бы немножечко добавим, чего-то более особенного, чем стандартная коробка, хотя, опять же, для тех, кто смотрел, мои предыдущие серии, буквально пятую серию, в которой, которая была посвящена полностью, этому изданию, тот, наверное, немного нового увидит, кроме того, что у меня, ну, как вы поняли, у меня уже есть такое издание, оно у меня было, оно мне было в полном комплекте, очень оно мне нравилось, это одно из моих любимых изданий, вообще, в коллекции было, но у нее я увидел, что оно было силдовое, запечатанное, но, к сожалению, по фотографиям, я видел точно, что оно было запечатано, но, к сожалению, видимо, в посылке, вот, немного ерзало, когда я его достал, здесь, вот такой вот уголок, небольшой, вот этого пластика, который сверху, он разорвался, и теперь, к сожалению, конечно, это силдом назвать нельзя, ну, то есть, видно еще, что он, что он был запечатанный, с этой стороны немножко, он очень-очень тонкий, вот этот сверху пластик, буквально такой, прямо, и теперь, грубо говоря, это уже не силд, по большому счету, его можно уже открывать, но, у меня есть такое издание, поэтому, пока это, этого делать, не имеет никакого смысла, но, в любом случае, я его взял, потому что, ну, это шикарное издание, и я видел в инстаграме, там ребята, многие спрашивали, блин, где ты взял, и все такое, то есть, не каждый встречал такое издание, причем, что немаловажно, в, существует российское издание, насколько я, вот, если я все правильно понял, если я не ошибаюсь, существует российское издание на PS3, потому что я видел точно на PC, на PC, такое издание, и отличия есть, там, немножечко все по-другому сделано, там артбук, не в твердой коробочке, а в таком мягком переплете, и, по-моему, там немножечко, по насыщению, немножко отличается, на PS3, я вот не уверен, если кто знает, подскажите, пожалуйста, например, тот же артбук, он в мягкой обложке, или в твердом, здесь в твердый, твердый переплет, ну, как я уже сказал, шикарный, шикарный стилбук, артбук, саундтрек, стилизованный под винил, в общем, кто не видел, посмотрите предыдущую, пятую серию, да, пятую, в которой я, собственно, это издание и показывал, я его себе взял, и особо об этом не жалею, немножко жаль, что оно, его силдовость испортилась, но, опять же, это тоже дело такое, бывает, как говорится, ну, еще вдогоночку, допустим, еще один стилбук, вариант, вот такой вот, Quantum of Solace, James Bond 007, Collector's Edition, здесь у нас идет фильм, бонусами идет фильм документальный о том, как создавалась игра, разработчикам Трей Арк, студия Трей Арк, которые, собственно, делали, ну, я думаю, все знаете, это те, которые Call of Duty делали, они довольно, на Call of Duty они довольно прославились, и вот эту игру, кстати, они тоже делали, Activision издавали, в общем-то, в свое время я что-то гонял немножко эту игру, но толком я ее не помню, вот решил вспомнить, ну, и тем более, вот это издание, почему-то, оно ценится, среди коллекционеров, хотя, ну, я пока ничего особенного в нем не увидел, кроме, собственно, стилбука, опять же, опять же, он такой, на любителе, стилизован, довольно простенький, внутри, тоже все довольно простенько, всего лишь диск, на котором идет все вместе, потому что есть издание Xbox, там, там есть дополнительный, там же DVD, не Blu-ray, а на Blu-ray поместился, и фильмы, игра, а на Xbox там два диска, ну, вот почему-то это издание ценится, особенно в Америке, я решил, что нужно такое дело иметь, и тем более, мне саму игру хочется вспомнить, посмотреть, поэтому, так, ну, давайте еще под шумок, вот у нас тоже стандартное издание, единственная разница, что в рукавчике, довольно-таки приятном, хоть я и не очень люблю эти карточки, картонные рукава, коробочки картонные, они очень быстро портятся, с одной стороны, это их минус, а с другой стороны, такие коробки, чаще становятся более редкими, почему, собственно, как раз потому, что рукава очень быстро портятся, и, соответственно, многие такие издания, потом остаются просто вот в такими коробками, со стандартными, а рукава просто выбрасывают, или тому подобное, Поэтому, мне кажется, всегда приятнее, когда рукав сохранился, еще и в хорошем состоянии, поэтому по игре все вы игру знаете, ничего сверхъестественного, естественно, естественно, сверхъестественного, в общем, ничего особенного в нее нет, но игра хорошая, достойная, издание симпатичное, я решил, что нужно взять. Далее, это уже более интересно в плане редкости игр, коллекционной ценности, это у нас DreamWorks Superstar Cards, игра, аналог такой, нинтендовских вот этих Mario Kart, только с персонажами DreamWorks мультфильмов, тот же Шрек, тот же, кто там у нас еще? Мадагаскар, по-моему, да, мультфильм, корпорация монстров, драконы, как приручить дракона, то есть, что-то вот с этими персонажами, полный комплект, никакого бы карта, но игрушка, игрушка довольно редкая, встречается очень нечасто, поэтому я доволен. Саму игру еще, конечно, не смотрел, посмотрим, включим, запустим, проверим, по скринам непонятно, гоночки, гоночки, да и гоночки такие, причем гоночки мультяшные. Так, я решил немножечко перебазировать здесь, надеюсь, там вам что-нибудь видно, в кадр попадает, потому что уже вот эта большая башня уже неудобна. Остается у нас буквально 5-6 стандартных коробочек, давайте их добьем, вот такой вот Never Dead, Never Dead от Konami. Тоже интересный персонаж для коллекции, игра относительно редкая, игра спорная по геймплею, она, конечно, спорная, на мой взгляд, к сожалению, потому что потенциал у игрушки был, она стильная, красивая, да даже вот одна сама обложка, даже мне, в принципе, нравится, она симпатичная. Но они перемудрили немного со своей основной фишкой геймплея, то, что он там разваливается, персонаж на части, он может там потерять руку, потерять голову, ему потом нужно все это прыгать там на одной ноге, например, искать свою ногу. Ну, то есть, вроде бы фишка интересная, но она как раз испортила всю динамику игры, немножко все это стало вот скучно. Ну, в общем, не получилось, не удалось им реализовать, вроде бы, с одной стороны, попытались сделать что-то новое, с другой стороны, не очень удалось. Но, тем не менее, проект интересный, хотя бы даже, как я уже сказал, дизайном. Здесь вот, например, прямо на коробке написано, что заглавная тема Never Dead by Megadeth, Дэйва Мастейна, группа Megadeth. То есть, даже такие штуки, саундтрек, писал, ну, не саундтрек, я так понимаю, он только одну, одну песню написал, но, тем не менее, это значит, что они пытались все-таки что-то интересненькое сделать. Еще одна мультяшка от DreamWorks сегодня, MegaMozg на русском языке, называется этот мультфильм. Мультфильм, игра по этому, собственно, мультфильму. Ну, я уже не знаю, каждый раз про мультяшки говорить одно и то же, повторяться не хочется. Я думаю, вы суть поняли. Все мультяшки, они коллекционные, имеют вес. И, как я уже говорил, очень часто бывает, что эти мультяшки очень даже неплохие, как игры. В MegaMozg этот я не играл. Посмотрим. По скринам красиво, а там посмотрим. Мультяшки, я люблю мультяшки, вот такие особенно мультяшки, которые сделаны, например, как кунг-фу панда или там игрушечная история третья. И, в общем, иногда попадаются очень интересные мультяшки. Далее у нас вот такая вот штука от Capcom Sengoku Basara Samurai Heroes. Ну, это тоже в эту игру я еще не играл. Очень много у меня в этот раз игр, которые я еще не пробовал собственными руками. Ну, насколько я знаю, это что-то такое мусо, типа Samurai, нет, не Samurai Warriors, а Dynasty Warriors, там, да, что-то такое. Какое-то мочилово, там, толпы. Больше, наверное, ничего не могу сказать. Здесь только сзади написано, что от создателя Devil May Cry 4... И все. Синглплеер, мультиплеер. В общем, посмотрим. Я думаю, мне это интересно увидеть, узнать, что эта игра из себя представляет. Поэтому я, опять же, рад. Еще один интересный персонаж для меня лично очень интересен. Потому что у меня есть и первый, и второй Star Wars Force Unleashed. Но, как вы видите, это у нас Ultimate Sith Edition. И это круто, потому что на боксе я пробовал когда-то эту версию, скачивал, проходил ее полностью. Я вообще, мне очень нравится эта серия, если так можно назвать, дилоги. Две игры, всего лишь две части. Потом почему-то, ну, видимо, из-за вот этих вот псевдо-фанатов, которые все испортили. На мой взгляд, игра классная, стильная, симпатично сделанная. И, в принципе, играется хорошо, приятно. И то, что там может быть канон немножко, не канон. Извините меня, сейчас Disney, блин, такое вытворяет, что это уже можно называть каноном. В данном случае, конкретно это издание, я очень хотел. Именно потому, что сюда входит куча клевых бонусов. Вот вы видите персонаж, который на обложке. За него можно играть. Ну, грубо говоря, персонаж-то тот же, но костюм, скажем так, да. И еще там масса, масса различных бонусов. Различных плюшек. Причем, что немаловажно, плюшки эти идут не как сейчас модно, дурацкими там бумажками, ключами. А все на диске, все очень клево и красиво. Поэтому это издание, для меня лично, это мастхед. Я еще хотел, мало того, что у меня уже есть, получается, первая, вторая в нормальном виде. Вот это в ультимативном виде. Но при этом все равно я бы хотел себе еще поймать, там существует по Star Wars Force Unleashed, существует такой симпатичный стилбук. Издание со стилбуком и с флешкой. Вот, честно говоря, даже не столько все издание, мне бы в принципе одного стилбука хватило, потому что стилбук там прикольный. Там сам этот главный герой, с другой стороны, да, Дарт Вейдер. Не знаю, мне нравится, как выглядит тот стилбук. Поэтому я бы его тоже хотел, охочусь немножечко. Далее у нас игра от Нисс Америка, Last Rebellion. Ну, многие из вас знают, что все игры от Нисс Америка почему-то имеют ценность. Честно говоря, не знаю почему, потому что мне, ну, большинство, ну, пусть хорошо не большинство, но половина игр Нисс Америка мне не нравится. Мне не нравятся вот эти, в особенности, мне не нравятся данжен-кроулеры, особенно те, которые вот там от первого лица. Я вообще считаю, анимешные игры, либо JRPG, либо вот что-то с анимешным уклоном от первого лица, это как-то, ну, как-то, как-то странно. В данном случае, насколько я знаю, я, опять же, не играл еще в эту игру, мне ее только предстоит открыть. Надеюсь, что это все-таки будет не какой-то там данжен-кроулер, а что-то такое более-менее полноценное JRPG, судя по скринам. Здесь вот я вижу уже по скрину, что персонажа видно на экране, то есть от третьего лица, это уже хорошо. Ну, и в любом случае, такое издание в коллекции всегда приятно. Будем посмотреть, надеюсь, игрушка мне понравится. И еще один стандартный коробочек на сегодня, по-моему, по-моему, если не ошибаюсь, это последний, ну, из стандартных ранга по мультфильму. Как его зовут? Джонни Дэп озвучивал вот этого чувачка в мультфильме. Я, кстати, сам мультфильм не смотрел, он, по-моему, он провалился довольно-таки, он как-то прошел тихо. Ну, может, не провалился, но уж точно не прогремел, не собрал там бешеную кассу, собственно, как и игра. Из-за этого эта игра встречается очень нечасто. Видимо, копий было напечатано не так уж много. А уж тем более в хорошем состоянии, с мануалом и все тому подобное. Поэтому я рад. Но, опять же, мультяшка, что там говорить. Несмотря на то, что она от электроников, это все равно мультяшка. Это все равно игры из той же категории, что и Мегамозг, там и все, что мы раньше смотрели. Так, мы практически закончили. Точнее, не практически, а мы закончили со стандартными коробочками. У нас остались только что-то более такое коллекционное, скажем так. Вот, например, Принц Персия, The Forgotten Sands, Забытые пески. Есть у меня эта игра в стандартном издании. Но вот этот стилбук, я его когда встречал, обращал на него внимание. По-моему, он симпатичный. Не такой, чтобы особенный. К сожалению, не люблю, когда вот здесь нет надписи. К сожалению, здесь пусто, чисто. Я вообще не понимаю, почему так происходит. Почему иногда, довольно часто, они здесь не делают надписи. Это странно. Помимо этого, в издании еще есть DVD-бонус, помимо самой игры. Так, ну это мы уже погнали. Здесь еще, кстати, есть литографии, карточки. То есть, это мы уже начали подробный разбор. Я скажу только, что мне эта игра нравится. Конкретно вот эта часть Принц Персия. Вообще, из всего сериала, наверное, по возрастающей, лучшая, на мой взгляд, игра. Это самая первая игра от Ubisoft по Принцу. Как там она называлась? Это забытые пески. А там пески времени. Да, Sands of Time. Вот там игра на первом месте, а вот эта после нее идет. И уже потом вторая, третья, там вот они мне почему-то меньше нравятся. А вот эта игра, она зашла. Они пытались вернуться к корням. Но, видимо, народу все равно не зашло. Плюс, опять же, я играл ее на боксе. И там были прикольные DLC-шки. Например, можно было за Эцио играть. Такой костюм Эцио полноценный, в котором можно было бегать по вот этим Принц Персиевским всем штукам. Не знаю, как назвать. Ну, в общем, не знаю. Мне игра понравилась. Она явно не плохая. Кто ищет Принца Персии, ну, кто не особо знает сериал Принц Персии, и кто ищет что-то похожее на самую первую часть, то вот забытые пески, это как раз одна из них. То та другая, которая Принц Перси просто называется, которая переиздание была, она вот, на мой взгляд, там совсем не получилось. Она мне показалась какой-то неуютной. Она совсем не похожа. То есть все там какое-то другое. Другой движок, другая атмосфера, другой дизайн. Все другое. А здесь вот как-то все-таки ближе. Что-то среднее между... Ладно, слишком подробно. Далее. У меня для вас имеется еще вот такой вот Dead Space Collector's Edition. Dead Space 2 Collector's Edition. Ну, собственно, что здесь говорить? Dead Space 2 Collector's Edition. Он очень тоненький. Как видите, по сравнению со стандартным диском, он даже тоньше, чем просто стандартный диск. Но это потому, это потому, что внутри нет стандартной коробки. У нас здесь Digipack довольно красивый. Если надо, будет. Я вам покажу. Помимо Digipack, там еще есть некоторые плюшки. То есть коллекционные здания. Я всегда, как я уже говорил, я всегда больше люблю, если есть такая возможность, вместо стандартного иметь что-то вот такое особенное. Мне, например, не очень нравится стандартная коробка с Dead Space 2. Более того, меня удивляет, почему... Скажите мне, вот кто видел, кто встречал хотя бы раз на PlayStation 3 Dead Space 2 не Limited Edition? По-моему, она... Вот сейчас я картинку добавлю. Сколько я раз видел эту игру, всегда, всегда там была надпись Limited Edition. То есть у меня такое чувство, что они просто выпустили стандартную игру с надписью Limited Edition, а это, по-моему, какое-то своеобразное надувательство. Зачем так делать, я не понимаю. То есть, по сути, стандартной игры, получается, не существует. Существует только Limited Edition. И поэтому, вот в том числе поэтому, мне почему-то вот эта версия гораздо больше приглянулась. Я именно ее искал. И теперь она есть. Так, ну что же, мы подбираемся к самым основным игрушкам, которые, собственно, были первостепенными для меня из того, что я выбирал. Скажем так, там уже дальше что-то средненькое. То есть, все хорошее, все мне нравится, но это не то, о чем, что я долго искал и о чем я мечтал. А вот сейчас я вам покажу несколько игр, которые я действительно хотел, действительно искал. И это большой шанс, что мне удалось их получить. Тем более за такие... Это получается меньше, меньше одного евро. Я заплатил за вот это издание. Вы можете себе представить? За вот это издание заплатил меньше, чем евро даже. При том, что на ebay я смотрел самую дешевую, самое дешевое предложение я находил за 50 долларов. 49, там, 99 или что-то такое. Это самое дешевое, причем оно исчезло довольно быстро. Остальные были там 60, 70, 80 и выше за вот такое издание. Причем это были даже не силды. Силд-силд, там, по-моему, 120 стоит или что-то такое. Это... Я думал изначально по фоткам, я думал, что это силд, потому что, да, вот в таком виде в кулечке было. Но потом я понял, что нет, не силд, она была все-таки распечатанная. Но при этом состояние отличное, все чистенько, все классненько. Это у нас, кстати, лолипоп Чиэнсоу, Валентайн и Дишин, кто еще не разобрал, японское издание, которое в таком виде, естественно, выходило только в Японии. У нас там идет два бонусных диска, то есть стандартная игра в нестандартной коробке, которая тоже только в Японии была. И, точнее, не только, даже не только в Японии, а только в этом издании. Потому что японское стандартное издание, оно еще в другом виде выглядит, которое мне бы тоже хотелось. В общем, это та ситуация, одна из тех игр, которые я готов был бы собрать во всех вариантах. Почему? Потому что я уже говорил ранее, что я собираю игры от Гресс Хоппер и Платинум Геймс. Я бы хотел их все собрать. Вот они мне, меня интересуют все во всех видах. Но, наверное, с лолипоп будет непросто, потому что Аники Сан не так давно показал нам одну очень редкую лолипопку, у которой обложка. Блин, я вообще ее увидел первый раз. Я не знал даже, что такая существует. Но оказалось, что существует. И вот с ней остальные-то может быть еще как-то соберем, а вот с той, наверное, будет тяжело. Но ничего страшного. Найдем, куда мы денемся. Найдем. Движемся дальше. У нас уже приближаемся мы к завершению. осталось буквально несколько игр, но они самые интересные. Мне лично они дороже всего. Это не тот случай. Dark Souls это пока я просто забыл его достать. Ну, как бы, нет, я не говорю, что издание это хорошее, интересное, игра вообще супер популярная. но конкретно в этом издании такого уж особенно чего-то невероятного нет. Здесь вообще внутри стандартная коробка с игрой, которая у меня уже есть. Есть артбук еще бонусом. Это, конечно, хорошо. Саундтреки там. То есть, в любом случае издание приятное, но это все-таки, знаете, не Black Phantom Edition или не Prepare to Die Edition. То есть, это, скажем так, средненькое издание. Причем вот оно еще и оказалось в таком неплохом, конечно, состоянии, но не в идеальном в сравнении с другими играми. Здесь немножечко уголки позадирались. Тот самый картон, о котором я говорил, он вообще неживучий, очень быстро убивается, стоит буквально где-то там что-то нажать, зацепить, он ломается, осыпается, вот это белое бумага изнутри начинает вылазить, то есть, все это, скажем так, ненадежно в таких картонках, но в любом случае, более-менее неплохое состояние, поэтому я, конечно же, рад. Грубо говоря, сейчас я вам покажу три игры, наверное, самых, нет, четыре, вот Лолипоп мне тоже нужна была очень сильно, я тоже ее очень хотел, поэтому четыре игры, которые, которые для меня самыми являются важными в этой, в этой, в этой посылке, в этом наборчике. Первое, это той истории три, которая убегала от меня уже несколько раз, буквально вплоть до того, что даже я все договаривался с продавцом, у него было две игры, которые мне интересны, была той истории, и была Watchman еще по очень хорошей цене, я все договорился, беру, беру, давайте, куда там, чего платить, как, куда отправлять, и буквально перед самым моментом отправки он мне говорит, ой, вы знаете, извините, я полез посмотреть, оказывается, я ее уже продал и забыл просто ее убрать с объявлений, а это был единственный раз, когда я находил ее вот в таком же рукаве, но правда не в таком же идеальном состоянии, там был рукав, он был более потрепан, что-то было вот вроде Dark Souls, и поэтому второй раз тоже она там у меня убегала, даже вот в обычном виде, без рукава просто диск, в данном случае это просто невероятно, потому что она как новенькая, она в идеальном состоянии, рукав чистенький, склевенький, все в полном комплекте, это обычная игра, это не коллекционное издание, она, насколько я знаю, она существует только в таком виде, коллекционки нет, хотя могу ошибаться, но, по-моему, нет, ни разу в жизни я нигде ничего не видел, игра классная, вот это тот самый пример, о котором я говорил раньше, о том, что мультяшки, вот эта версия мультяшки шикарная просто, мы ее с моим сыном проходили на канале, у нее там первой серии больше миллиона просмотров, и там остальные серии тоже прилично просмотров, то есть, по сути, все мои просмотры на канале, ну не все, но 90% наверное просмотров на моем канале и подписчиков, это благодаря вот этой игре, не конкретно этому изданию, мы играли с xbox, но тем не менее, это та же самая игра, и в чем еще преимущество, эта игра существует на ПК, версия для ПК, но она совершенно другая, там намного хуже графика, там геймплей очень сильно отличается, то есть, видимо, делали их две разные конторы, и многие, собственно, которые смотрели прохождение на канале, они жаловались, что, а, почему у меня на компьютере она такая страшная, а у тебя такая красивая, она действительно на консолях как на xbox, так и на PS3, она вышла очень-очень красивая, и игра классная, поэтому я безумно рад тому, что мне удалось получить, заполучить вот это издание еще и в таком шикарном виде. Так, я снова сделал маленький перерывчик, немножко там посмотрел в кадре, как это все видно, конечно, я теперь немножко спрятался уже за дисками, но, по крайней мере, в кадр более-менее что-то попадает. Прошу прощения, у нас осталось не очень много, но не менее интересно все же. вот такая вот штука еще есть у меня, которой я безумно рад, я очень хотел это издание найти. Прелесть этого издания в том, наверное, я даже вам его открою, то есть, не буду полностью какой-то обзор его делать, но покажу тот немаловажный факт, из-за которого мне это издание нравится. во-первых, у него есть артбук, но что еще более важно, как видите, у него есть издание игры с эксклюзивной обложкой, вот что мне очень нравится, мне безумно понравилась эта обложка, собственно, у меня было уже издание, конечно, обычное, на котором вот такая обложка, которую все, в принципе, и знают, но она почему-то мне всегда казалась какой-то странной, немножко олеповатой, а вот именно вот эта версия обложки мне очень понравилась, ну и плюс к этому еще внутри, помимо толстенного мануала, у нас там еще бэк-арт есть, поэтому, ну, это просто бомба, игра шикарная, с другой стороны у нас тоже отличается арты, и, естественно, есть штампик о том, что не продается отдельно, то есть, вот это, наверное, самая важная часть этого издания, артбук тоже очень интересен, мы его посмотрим, если будет у вас желание, но вот из-за обложки, из-за этой игры мне это издание очень хотелось, и я очень рад, что оно мне досталось, причем в таком отличном состоянии, опять же, да, ай-ай-ай-ай, начинает все падать, опять же, конечно, та же самая история с картонными этими коробочками, которые очень, очень плохо сохраняются, но в данном случае все хорошо, буду стараться оставить ее в таком же хорошем виде, в каком и получил, в любом случае это бомба, это одно из, вот, одна из тех четырех игр, одно из четырех изданий, о котором я говорил ранее, которыми, собственно, которые являются основными в этой посылке, и вот сейчас будет последняя основная игра, которой я безумно рад, и думаю, те, кто, те, кто знают, те меня поймут, это у нас Dante's Inferno Death Edition, это аналог Divine Edition, который выходил в Штатах, а вот это у нас европейское издание, в частности, британское Death Edition, они похожи, это в принципе, если брать просто диски и наполнение на дисках, это одно и то же, просто, грубо говоря, в Америке назвали Divine Edition, в Европе назвали Death Edition, но проблема в том, что, даже не проблема, а фишка, наверное, в том, что европейское издание, на мой взгляд, намного красивее, во-первых, в американском издании у нас идет там просто, просто рукав такой картонный, внутри идет обычный стандартный диск, но не, точнее, стандартная коробка, но не со стандартной обложкой, там немножечко оригинальную обложку, там как-то увеличен, в общем, отличия есть, это уже, конечно, клево, но здесь все намного круче, во-первых, как вы видите, здесь у нас вот это вот псевдо-трехмерное, до сих пор мне никто так и не подсказал, как эта штука называется, я все время забываю загуглить где-нибудь в интернете, как эти картинки называются, которые вот такие переливающиеся, во-первых, вот эта штука, во-вторых, у нас там внутри, но, наверное, даже все-таки сейчас немножко вам покажу вкратце, во-вторых, у нас вот такой вот шикарный диджипак разворачивается, и внутри мы имеем тоже вот такое вот наполнение, бонусный диск DVD с фильмом о том, как делали, и всякие разные другие плюшки, то есть этому изданию я безумно рад, я считаю, что это просто просто шикардос, вот, наверное, это теперь, если не на первом месте, то одно из любимых изданий, наряду вот с Enslaved, с Mafia и с Lollipop, например, ну, то есть очень рад, наверное, вы поняли уже, что я имею в виду, что мне очень и очень нравится, давайте вот сюда его поставим, на самый верх, Джейсон, охраняй, ну, и, собственно, у нас осталось всего три игры, три издания, которые уже не в таком виде, не в стандартном, а прямо большие коробки, которые я не очень люблю, но в данном случае, ну, захотелось мне все-таки получить, одна это Vanquish, вот такой вот Vanquish, покажу одну сторону, задняя сторона, там ничего, буквы просто, еще одна, и вот здесь окошко с самой фигуркой, на вид кажется, что это, это же никакое не издание игры, даже нигде об этом не написано, просто фигурка в коробке, да, вы правы, так оно и есть, но эта игра продавалась, как, как издание, специальное издание, просто была, грубо говоря, блин, теперь я не могу взять, ну, представьте, что это стандартная коробка с игрой Vanquish, и она была вот здесь, надеюсь, вам там видно, она была вот здесь, грубо говоря, прилеплена и замотана, все это было упаковано в пластик, сверху, ну, грубо говоря, вот в таком виде продавалось это издание, поэтому, девчонка у меня спросила, когда, когда я выбрал эту штуку, тоже она спросила, игра тебе нужна, или ты только фигурку хочешь, я сказал, что игра у меня уже есть, поэтому, мне хотелось просто фигурку, игра эта потрясающая, я очень люблю, более того, как я уже не раз говорил, я собираю все игры, Chris Copper и Platinum Games, а это игра от Platinum Games, поэтому, конечно же, я эту штуку себе хотел, так, вот куда только теперь все это ставить, осталось у нас две игры, две коллекционки, одна из них, это вот такой вот, блин, давайте все-таки, пока уберу, прототипочка, куда-нибудь сюда, чтобы хоть что-то было видно, вот такое издание, драйвер, параллельной линии, короче говоря, параллельной линии, сложно произносить, коллекционное издание, с, как вы видите, вот такой няшной, очень машинкой, Challenger, Dodge Challenger, тот самый, который, на котором мы рассекаем в игре, внутри у нас там, помимо Dodge, вот этой диорамки, с машиной, есть еще, игра, к сожалению, в стандартной коробке, плюс, комикс, и карта большая, чем мне приглянулось, это издание, потому что коробочка, как вы видите, все-таки, она не очень большая, то есть, в сравнении со стандартным диском, она, ну, не намного больше, я это люблю, потому что, ну, знаете, места нет, а если вот убрать диорамку, то там вообще останется такая, буквально, вот, стандартного размера коробочка, в которой уже и диски, и комикс, и вся эта фигня, но при этом тяжеленький, машинка железная, дайкаст, то есть, приятная штука, все равно, мне нравится, игра, конечно, на любителя, старые драйвера, это, это были просто шедевры, здесь они тоже, на мой взгляд, пытались сделать, все хорошо, очень хорошее, интересное, по-драйверовски, если сравнивать со старыми играми драйвера, физика машин, тоже они такие вот, валки, именно прикольные, очень много лицензированных машин, маслкаров, в том числе, поэтому, все, как бы, клево, но, один момент, они все-таки, немножечко, подпортили, на мой взгляд, они сделали, из-за вот этого, вот, перепрыгивания, из машины в машину, причем, не перепрыгивания, в физическом смысле, а вот, типа, ментально, он там, вселяется в водитель, вот, вроде бы, это была главная фишка, главная идея, но, на мой взгляд, она немножечко, сломала атмосферу, но, при этом, все равно, не так все плохо, играть, играть вполне, вполне себе можно, хотя бы, ради машины, и ради вот этого, мне очень нравился, еще, начиная с, вот, не помню, в первом драйвере, было это или нет, во втором точно было, режим, типа, оператора, можно было, там, камеру ставить, куда хочешь, грубо говоря, снимать, такие, сцены, погонь, самому, ставить камеры, расставлять, диафрагму, там, в общем, для тех времен, на мой взгляд, это была очень крутая, навороченная фишка, и мне она очень нравилась, вот, на второй сонике, я помню, этим занимался, прям, много, я снимал, к сожалению, не пооставались, это были те времена, когда, грубо говоря, видеомагнитофоны, наверное, еще были, я не помню, не, ну, были, DV камеры, там уже всякие, появились, но, такого, как сейчас, возможности снять, на тот же телефон, еще не было, а я помню, классные там ролики, делал, было бы, приятно их сейчас посмотреть, так, что же, собственно, это и все, осталась одна единственная коллекционка, самая огромная, и самая тяжеленная коробка, из всего, из всей посылки, это вот такой вот, безумный, Collector's Edition, Space Marine, Warhammer, 40 тысяч, Space Marine, здесь, кстати, с этой стороны написано, Ultimate, Ultimate, а вот на обложке нет, почему-то, смотрите, не знаю, если вам видно, Ultimate, может быть, это как-то, к Warhammer, относится, я не в курсе, в общем, большущая, огромная карабина, она реально весит, ну, блин, я не знаю, ну, килограмма три, она точно весит, это прямо, большой, тяжелый, плотный картон, который, ну, вот, действительно, уже за него, ну, конечно, понятно, его там, ронять не стоит, все равно, он согнется, побьется, но, сделано очень добротно, причем, не только, не только сама коробка, здесь вот выдвигается, такая вот, книга, грубо говоря, имитация под книгу, с золотыми, какими-то страницами, все блестит, все сверкает, все красиво, другой вопрос, что наполнение, этой коллекционки, оно не такое уж, упс, успел микрофон, не такое уж серьезное, на мой взгляд, то есть, для такой огромной коробки, нет, все сделано красиво, я не жалуюсь, но, на мой взгляд, вот здесь какой-то медальончик, там еще у нас есть артбук, огромный в виде книги, саундтрек, ну, хотя, в принципе, да, с другой стороны, что еще должно было быть, не знаю, просто коробка сама слишком большая, внушительная, к сожалению, если бы все коллекционки, бы выглядели вот так, то, ну, не знаю, у нас бы, место для наших коллекций, заканчивалось бы, наверное, через, буквально, через какие-то там, несколько месяцев, или дней, даже, у кого как с местом, собственно, все, я вам показал, надеюсь, там сейчас, видно, да, что-то, и что я могу еще добавить, я немножечко разочарован, в плане роликов, на ютюбе, я смотрю по, по тенденции, да, начиная с первого ролика, и вот, по сегодняшний день, с каждым новым роликом, просмотров все меньше, это, к сожалению, не добавляет мотивации, но, ну, не знаю, посмотрим, сейчас заранее не буду ничего говорить, как я уже сказал, очень сильно зависит от настроения, вчера вот обломался, я точно так же снимал очень долго, даже еще больше, и более подробно, и все было более, с настоящими эмоциями, но, к сожалению, звук запортачился полностью, пришлось переснимать, надеюсь, с этим будет все нормально, у меня тут есть наушники, я прям пытаюсь, периодически слушать, проверять, все ли со звуком, но, мало ли, все равно, всякое бывает, надеюсь, с этим все будет хорошо, жду ваших комментариев, жду вашего мнения, по поводу вопросов, которые я задавал по ходу, тоже там, пожалуйста, отпишитесь, ну, и, собственно, всем пока, и до новых видосов, и до новых встреч, то, и, что,